Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Корах продолжается. Вы знаете, мега актуальная для нас глава. Вообще, человек должен для себя понять. Если он читает недельную главу и не находит что-то конкретное о себе и для себя, он не вчитался до конца, потому что Тора, она живая, она для тебя, для каждого человека отдельная и всегда может на ней что-то найти. Обратите внимание на замечательный человек по имени Корах. Это блестящий демагог, великолепно разговаривающий с массами, очень открыто, он импонирует людям, он такие доводы замечательные говорит, ему так хочется верить. При этом это, как результат, много раз это видели в истории, это политический авантюризм и катастрофа, которая потом отражаться будет на судьбах тысяч, тысяч, если не миллионов людей. Смотрите, вроде бы боец против истеблишмента, с благородной программой, за демократическое общество, святой поборник демократии и главное, всех счастливых хочет сделать. Сказал, все будет, да. Люди, бывать, остановились на минутку и взглянули, а кем был этот бессеребренник раньше? Все очень просто. Выясняется, что защитник интересов и бездоленных масс работал к означению фараона, когда они были в Египте. Вот так. Потом еще как-то очень обогатился, говорит, что нашел сокровища, что там было, мы не знаем, но 300 валов везли ключи от сундуков с золотом. То есть, есть такая пословица была, богат как корох. Смотрите, как великолепно, как это все нам знакомо. Он рассказывает очень такие душщипательные истории о страданиях вдовы, о эксплуатации бедняков с правящим режимом. Равноправие будет, люди будут, это же хорошо. Короче, долой все старые правила. Весь мир насилия мы разрушим до основания, потом мы построим. Мы знаем, что уже, это же не раз уже, слава богу, мы-то точно видели, как это все строится. И вы знаете, под знамена вот этого текста становится много людей. Становилось и становится, ничего не изменилось. Но тут есть нюансы. Даже поколение Вавилонской башни, которое восставало против Бога, оно грешило, получило наказание, но его не было потопа того. Потому что самое дорогое, что есть у Бога, вот вдумайтесь, это что? Это единство. Это единство. Почему? Потому что если вот у тебя отец, и у тебя есть много детей, то для тебя сплоченность детей, и ради этого ты готов многое прощать. А что произошло здесь? А здесь есть покушение уже на единство народа. Уже полный разброд, прознанное шатане. То есть это преступление серьезное. Мы сейчас то же самое видим. Все это потерпело неудачу, конечно. И все это привело к колоссальным гибелям людей. Ой, и мы уже знаем с тех времен по сегодняшний день, что все эти якобы достойнейшие мотивы и методы в конце концов прикажут долго жить. Люди будут долго чухать себе вот здесь вот и говорить, как же мы купились на этого короха. Но так произошло, и из этого надо делать выводы, хотя выводы сделаны для нас, до нас. Читаем пророка Ихескеля, что он говорит. И будут знать все деревья полевые, что я, Господь, сделаю высоким дерево, низким, а низкое высоким. Так написано. Рассказывали наши мудрецы, что низким сделаю высокое дерево. Это про короха. Высоким сделаю дерево низкое. Это про арона. Конечно, согласно обычному ходу вещей, победа должна была быть за корохом. Он самый богатый. У него есть золото. У него средства массовой информации. Он мог всем управлять. Он во главе стоял. Все, он победитель, якобы, если не учитывать, кого наверху начальства. Корох провалился в бездну вместе со всей своей мешпухой. И тут есть тоже для нас положительный момент, который тоже мы должны учиться. Сыновья его уцелели. Буквально в последнюю секунду написано, они сделали раскаяние. И бог сделал такой специальный в яме выступ. Они зацепились, остались. И мы читаем псалмы сыновей короха. Прямо написано. Всю эту демагогию, все эти рассказы можно, в принципе, распознать. Просто люди хотят купиться на эту сказку. Поэтому винить никого нельзя. Но главный какой все-таки вывод мы должны сделать в сегодняшнем обсуждении нашего. Главная ошибка вот в чем. Нет ничего абсурднее, чем идти против воли Всевышнего, чтобы приблизиться к нему. Но это просто невозможно. Поэтому не придумывать себе надо ничего. Смотреть открытыми глазами. Брахавы от слаха.